На скамье подсудимых четверо солигарчан от 20 до 30 лет. В 2014 году эти молодые люди создали в солигурский интернет-магазин по продаже спайсов. Привозили более крупные партии, расфасовывали и осуществляли закладки в подъездах домов и на прилегающей территории. Деньги покупатели переводили им на электронные кошельки. Деятельность преступной группы сотрудники милиции пресекли в 2016-м. 31 марта были задержаны два фигуранта дела, в конце мая – еще двое. В ходе обысков правоохранители изъяли запрещенные вещества, реагенты, упаковочные материалы. Освидетельствование установило, что продавцы психотропов и сами употребляли свой товар. При себе, когда были задержаны два участника, было обнаружено психотропное вещество в количестве, достаточном для размещения 10 закладок. В лесном массиве было обнаружено вещество, которое уже достаточно было для 40 закладок. Хочу напомнить, что каждая закладка по материалам дела, она представляла собой вещество растительного вида, либо порошкообразное вещество, которое, в свою очередь, потреблялось несколько раз, то есть две-три дозы, так называемые. Из этого можно судить, о каких объемах идет речь. Ранее обвиняемые практически не попадали в поле зрения уголовно-правовой системы. На момент задержания все работали. Двое – на крупном солигорском предприятии. У двоих есть семьи и дети. В материалах уголовного дела доказано более 20 эпизодов продажи психотропов. Удалось обнаружить и изъять 11 уже размещенных закладок, предотвратив их попадание к наркопотребителям. Все обвиняемые были признаны виновными в незаконном с целью сбыта приобретении психотропных веществ. Суд приговорил обвиняемых к 11, 12,5, 13 и 16 годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией всего имущества. Доход государства изъяты и два автомобиля, которые использовались обвиняемыми для перевозки психотропных веществ. Несмотря на то, что приговор уже оглашен, оперативные мероприятия продолжаются, и следствие не исключает выявление новых эпизодов дела или его новых участников. Также из проведенных оперативных мероприятий, которые на сегодняшний день все еще продолжаются, усматривается, что деятельность данной группы носила довольно широкий характер. Есть информация о том, что могут быть эпизоды деятельности данной группы, которые не вошли в настоящее уголовное дело. По некоторым эпизодам материалы дела выделены в отдельное производство, проверочные действия продолжаются. Поэтому я полагаю, что в недалеком будущем мы сможем вновь увидеть или наших обвиняемых, или новых участников данной группы.